Согласно сагам, Рагнар являлся сыном конунга Данов Сигурда Кольцо, который был правнуком Скира из рода Инглингов. Сигурд Кольцо одержал победу над датским конунгом Харольдом Беззубом. По одной из версий, Рагнар являлся вождем Дании в первой половине IX века, ярлом он был признан за пять лет до смерти. По другой версии, Рагнар мог и не быть конунгом Данов по рождению. Это объясняется тем, что существует список датских конунгов, и в нем отсутствует имя Рагнара. Сведение о нем во многом основывается на франкских хрониках, в которые Рагнар Лотброк мог попасть в качестве предводителя армии викингов и руководителя взятия Парижа. Версия о простом происхождении Рагнара не находит своего подтверждения в сохранившихся сказаниях и является художественным вымыслом создателей сериала «Викинги». Тем не менее, Лотброк мог оказаться предводителем одной из разбойных групп викингов, совершавших набеги на различные земли. Авторитет и удача позволили ему достигнуть высокого положения. Эта версия затрагивается и в популярном сериале. Есть несколько предположений о происхождении прозвища Рагнара Лотброка, которое означало «кожаные штаны», по одной из них будущий конунг упал в яму, наполненную кишащими ядовитыми змеями. Но плотные кожаные штаны, подбитые мехом, не дали змеям возможности нанести смертельный укус. В память об этом событии за Рагнаром сохранилось прозвище, под которым он вошел в историю. По другой, первая жена Рагнара сшила ему штаны из толстой кожи с мехом в качестве оберега, который должен был защищать его в бою. Впоследствии Рагнар носил их не снимая. Действительно, подобные штаны должны были выполнять роль доспеха, защищая его владельца от режущих ран. По версии исландского историка и лингвиста Германа Пальсона, прозвище Лотброк могло быть образовано от слова «Леотброва», означающий «наводящий страх». Еще одна версия образовывает прозвище от слов «Лотсудьба» и «Брокзнамя», что означает «судьбознаменный». Эта версия связана с тем, что Рагнар Лотброк ходил в походы под знамением Одина с изображением ворона. Первые сведения о Рагнаре Лотброке появились достаточно поздно, не ранее XIII и XIV века. Наиболее известной является исландская «сага о Рагнаре Лотброке», созданная в XIII веке. Его имя упоминается в хрониках датских королей, а также в скальдических поэмах Рагнарсдрапа и Кракумал. Возможно, именно о нем упоминается и во франкских хрониках X века, где он появляется во главе армии вторжения в Париж в 845 году под именем Регинер. Каких, либо более ранних сведений о нем не сохранилось. Таким образом, история Рагнара появилась не ранее, чем через 350 лет после его смерти. Большая часть сохранившихся сведений о нем противоречива, что делает его полулегендарной личностью. Многие викинги имели похожие имена, и это весьма затрудняет идентификацию упоминаемых в источниках личностей. Считается, что у Рагнара Лотброка было много сыновей, в том числе Ивар Бескостный, Бьерн Железнобокий, Сигурд Змееглаз, в свою очередь оставившие заметный след в истории, но они могли быть и потомками различных викингов. Сам Рагнар является героем различных событий, упоминаемых в источниках, но у него могли быть различные имена или прозвища, что означает, что прототипом героя могли послужить самые разные люди. В настоящее время однозначного ответа на этот вопрос не существует. Если Рагнар Лотброка все же является вымышленной личностью, то его прототипом могли послужить датский король Хорикай, совершивший ряд нападений на земли франков, а также короли Регинфрид и Регналль, жившие в IX веке, решетка история, решетка интересные факты, решетка загадки истории, решетка викинги, решетка сериал Викинги.